приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы приготовим адыгейский сыр это национальный черкесский сыр называется он в честь при советском союзе была такая автономная республика адыгея ну как бы там проживали черкесы насколько я понимаю и поэтому назван адыгейский на самом деле никогда это родственник брынзы родственник феты то есть это мягкий сыр который готовится без вызревания какой плюс собственно говоря в этом рецепте что на следующий день после приготовления готовится он достаточно легко и после приготовления на следующий день вы уже сможете наслаждаться вкусом сыра никогда бы не решился бы его готовить не то чтобы не решился не собрался были еще очень долго не собрался но что-то мы покупали такое серьезное в магазине 413 комьюа и алексей нам подарил в качестве подарка несколько заклад ну несколько комплектов мы сели разбирать эти комплекты нашли там адыгейский сыр но думаем приготовим а тут еще у нас от последней варки сыра осталось 4 литра молочка нам привезли чуть чуть больше в общем такая история этой варки друзья и как всегда первое что нам надо сделать мы будем использовать естественно нашу сыроварню это обычная водяная баня как вы уже знаете если у вас такой штуки нету кастрюлька в кастрюльку обязательно вот такой вот термометр который мерить температуру без него никак так вставляется этот термометр и в сыроварню точно так же он вешается на кастрюльку потому что температуру она будет регулировать вот и как по традиции начнем с того что процедим молоко через марлечку и включим сыроварню будем доводить молоко до нужной молочко у нас друзья это не вчерашнее она даже позавчерашние на нем были подсевшие сливки мы его тщательно перемешали потому что адыгейский сыр готовится из цельного молока и теперь чтобы сыр не попала масло и всякие артефакты которые случайно могли попасть в молоко при удое мы процеживаем его через мальчику процедили молочком я включаю на нагрев нашу сыроварню помещаю сюда термометр и немножко расскажу про закваски вот мы покупали у многих интернет-магазинов наборы готовые заквасок но ферментов и заквасок больше всего мне нравится интернет-магазин 413.com.ua первое что закваски продаются не в zip пакетах а в запаянных герметических пакетах потому что очень большинство остальные продавцы грубо говоря они дают большой zip пакет и в нем два маленьких zip пакета в котором ферменты закваска здесь запаренный герметичный пакет причем он такой из фольги он еще какой-то термоустойчивый и вот такие вот пробирочки тоже герметичные на мой взгляд это очень гигиенично и очень удобно поэтому конечно ассортимент не все покрывает все что бы хотелось бы этого интернет-магазина по вот таким набором заквасок и ферментов но работать с ними на мой взгляд приятнее всего конечно приходится и рецепты кстати интернет-магазина 413.com.ua на мой взгляд одни из самых адекватных но приходится покупать и у других интернет-магазинов потому что к сожалению вот этот интернет-магазин ну такой скудненький ассортимент ну как не скудненький достаточно для творчества но хочется побольше мы уже как бы его практически исчерпали и потихонечку переходим на других поставщиков друзья нам надо нагреть наше молочко на водяной бане до 35 градусов и как только мы как только это произойдет мы начнем вносить закваску я умолочка достигла температуры 35 градусов по цельсию можем нести закваску для этого подготовленную закваску рассыпаем по поверхности молока и оставляем на минутку чтобы сухая заквасочная культу культура регидрировалась то есть попросту промокла потому что если и начать сразу размешивать не дать и регистре регидрироваться то она может взять ков комочками и потом ну неправильно работать то есть комочек будет закваска как бы квасить не будет скажем так где-то через минуту после того как закваска регидрируется молочко тщательно перемешиваем и оставляем при поддержке температуры то есть постоянно поддерживаем температуру 35 градусов по цельсию оставляем на 30 минут закрыть крышкой лариса сейчас перемешает закрываем его крышечкой и на полчасика засекаем время оставляем а после этого уже будем носить мы развели молокосвертывающие фермент 50 миллилитрах кипяченой воды охлажденной обязательно кипяченой чтобы никакая зараза не попала наш сыр выливаем его на поверхность молочка перемешиваем при этом продолжаем поддерживать температуру 35 градусов по цельсию и теперь нам надо определить точку флокуляции то есть точку когда начнет образовывается сырный сгусток традиционно мы будем делать это с помощью крышечки сейчас я покажу и временной коэффициент или как называет среди сыроделый мультипликатор мы будем использовать данном случае 5 то есть время которое кстати секундомер надо включить до время которое пройдет до начала образования сгустка мы умножим на 5 и это будет и и общее время образования сгустка для того чтобы определить точку флокуляции мы время от времени проворачиваем крышечку как только она перестает крутиться сейчас она еще немножко прокручивается буквально мягкий сыр он очень быстро ну вот наверно все да еще чуть-чуть крышечка прилипала прилипла к сгустку у нас время полторы минуты умножаем на 5 это получается семь с половиной минут ну мало на мягкий сыр я думаю что поддержим минут 10 поддержим минут 10 потому что коэффициенты даны так очень размыто ну или мультипликатор от трех с половиной до восьми для мягких сыров а никто не пишет сколько если мы на 8 умножим полторы минуты это 12 минут получится будем проверять сгусток на чистое отделение проверяем на чистое отделение сделай надрезик покажи что он отделяется прошло друзья 12 минут разрез полностью держится совершенно до совершенно нормально можно приступать к порезке приступим к порезке сгустка лариса сейчас покажет как это сделать бы злиры ножом что мы обычно режем лирой нам надо порезать будет густок на квадратики где-то полтора два сантиметра вначале режем в одну сторону ну грубо говоря в начале вдоль потом поперек и потом с каждой стороны по диагонали заводим нож под 45 градусов и вот таким вот образом вручную разрезаем сгусток вручную разрезаем сгусток как видите сразу же после порезки начинает выступать сыворотка сам сгусток он отдает сыворотку то есть таким образом но как бы он теряет влагу когда его в процессе когда его режешь все это время мы поддерживаем температуру 35 градусов вкусненько как пахнет решила по диагонали не заморачиваться и порезать лирой я понял тебя ну на самом деле лира очень полезная штука для сыродела я вообще себе плохо представляю как без нее можно она так не я думаю что этого достаточно кусочки у нас получились такие где-то так и есть по полтора сантиметра теперь надо на 10 минут поддерживая температуру оставить его отдохнуть здесь просто накрываем крышечкой и засекаем 10 как видите друзья сгусток осел ну порезанный сгусток и теперь нам надо его перемешивать и в то же время измельчать в течение 15 минут при этом нам надо немножко подогреть наш сыр до температуры 40 градусов я включил нагрев а лариса начинает его мешать вот так вот мешать и потихонечку измельчать с помощью шумовочки наша задача чтобы зерно у нас получилось размером где-то 7 8 миллиметров и через 15 минут зерно должно уже хорошо слепаться мы будем пробовать просто вот брать его пробовать слепливать если она не будет слепаться будем продолжать этот процесс мешания и соответственно поддерживая температуру 40 градусов поэтому друзья вернемся к этому вопросу через 15 минут я оставляю ларису с этим невеселым занятием лариса мешала адыгейский сыр 15 минут и он начал слепаться покажи пожалуйста как это выглядит все так вот если берем зерно она склеивается в цельную массу и покажи какого размера зерно на ложечки вот такое вот зерно получилось то есть среднем 5-7 миллиметров и и настало время друзья выкладывать наш сыр в форму мы подготовили формочку для нашего этого адыгейского сыра формочка малюсенькая но и сыра у нас мало друзья потому что всего лишь 4 литра молока мы использовали для изготовления этого сыра выкладываем его форму и прессуем его методом самопрессование то есть без груза при судно как бы сама прессуется сыр в течение двух часов в это время его надо переворачивать форме каждые 30 минут то есть четыре раза ну и собственно говоря после этого мы сыр засолим и он будет готов к употреблению через 6 часов после засолки конечно у нас такой маленький-маленький адыгейский сыр получится но что-то мне кажется что мы не додержали сгусток если честно потому что очень сыворотка такая молочная не думаешь таким вот образом выкладываем все зерно формочку руками его приминаем немножко разравниваем наш адыгейский сырочек конечно он получился такой маленький маленький но удаленький вынимаем его из формочки пролежал он попрессовался два часа вот такая вот красоту ленька получилось пахнет очень вкусно я думаю что он получился тут не получится нечему друзья нам теперь его надо засолить мы берем соль и хорошенько посыпаем его просто вот так вот солим со всех сторон вот так вот хорошо посолили все еще по бумаге в эту соль которая у меня рассыпалась теперь друзья берем тряпочку есть такая простыночка чудесная смачиваем ее сыворотки кстати по поводу сыворотки хочу сказать я вот думал сыра получилось мало я думал что действительно мало мы начали делать из сыворотки рикотта рикотты там нету из 4 литров молока у нас получилось 350 грамм сыра и теперь в эту тряпочку заворачиваем наш засоленный срок с сывороточкой ложим в контейнер и ставим на ночь в холодильник таким образом он просолится друзья а завтра с утра или не с утра или в обед с утра я буду в спортзале а в обед мы продегустируем его я не буду снимать естественно отдельно дегустацию потому что сыр можно пробовать сразу вот завтра где-то в обед продегустируем и я вам расскажу что у нас получилось но по запаху и по ощущениям по плотности сырной головки я думаю что получилось все вот так вот назад следующее утро мы можем попробовать наш адыгейский сырок что у нас получилось развернем тряпочку пахнет сыром сейчас покажу друзья первую очередь вот таким вот образом у меня такая камера в которой надо вручную фокусировать вот так вот он выглядит такая вот красота как видите такой он плотный классный сейчас будем резать ну что разрежем блин так его резать такая маленькая головка даже не знаю пополам будет много отходов пополам наверно так режется отлично отрежем несколько кусочков в первую очередь покажу вам друзья структуру опять же таки надо немножко поколдовать с объективом вот такой вот по структуре сырочек то есть он такой волокнистый однородный ну очень-очень как бы похож на то что мы делали я сегодня даже хотел купить в т.б. адыгейский сыр чтобы сравнить с таким с магазинным но что-то его не было в общем сейчас расскажу какой на вкус ну что попробуем ну по запаху очень похож на брынзу и на адыгейский сыр собственно говоря кстати с ним можно хачапури делать класс ну идеально сказать нечего просто идеально то есть он именно такой как он должен быть не добавить не отнять достаточно простой сыр приготовления очень вкусный кстати правда очень вкусный друзья делать его очень очень несложно поэтому я думаю что у вас этот сыр получится ну собственно говоря на этом мы заканчиваем видео посвященное рецепту адыгейского сыра надеюсь оно было для вас полезным друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока